Стартовал семинар с подведения промежуточных итогов работы сельскохозяйственной сферы за год. Как отметила заместитель министра профильного ведомства Алла Ломакина, Брестская область – абсолютный лидер отрасли и единственный регион, который обеспечил рост агропромышленной продукции. Очень много сегодня зависит от работы на местах. И что касается Брестского региона, очень эффективно они сегодня работают и с теми инструментами, с той нормативной базой, которая сегодня создана для работы с проблемными сельскохозяйственными организациями. И здесь у нее результат достаточно более высокий относительно других регионов республики. Основной показатель эффективности работы отрасли – экспорт сельхозпродукции. Ключевое задание на перспективу – обеспечить объемы реализации до 7 миллиардов долларов. Задел для этого уже есть. Предварительно итогом этого года станет цифра 6,4 миллиарда. Тем не менее, участники семинара сошлись во мнении, что для наращивания мощностей не хватает рабочих рук. Сегодня больше всех сельскохозяйственных организаций, отрасль нуждается в специалистах зооветеринарного профиля. Но скажу, что не потому, что их мало выпускают и мало готовят. Очень высокая сменяемость. В животноводстве животное необходимо обслуживать ежеминутно, ежеминутно, ежечасно, ежедневно, без перерывов. Это и кормление, это и уход, это и доение и другие моменты. Естественно, напряженность труда здесь больше. И не каждый выдерживает эту нагрузку. Отдельный блок семинара был посвящен животноводству. Для наглядности участники посетили барановический филиал «Брест Плем предприятия». Здесь содержится 119 быков – производителей лучших мировых пород. Каждый – с родословной. Весят около тонны, а некоторые – даже больше. Дефилируют элитные гольстины неохотно. Сказывается напористый характер. Даже животновод у каждого быка один единственный. Чужака они не примут. Специалисты местного плем предприятия нацелены не только повысить молочную продуктивность, но и улучшить хозяйственно полезные и наследственные признаки животных. Такие семинары очень полезны. Обсуждались темы и кредитования с участием заместителя министра по сельскому хозяйству. Поднимались важные темы, мы считаем. Обсуждались темы поставок техники на перспективу. Новые линейки техники, которые будут выпускаться в ближайшие 2-3 года. Поднимали проблемы уже существующей техники по их неисправностям. Также в обойме вопросов аграриев работы на миллиарированных землях. Особенности возделывания крупенных культур, сахарной свеклы, формирования сырьевой зоны. Семинар длился три дня и был направлен на повышение эффективности работы отрасли. Татьяна Мончак, Николай Рудский, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова